Мы находимся в селе Сухая, что в 180 километрах от Улан-Удэ. Удивительное живописное место, красивый лес и множество песчаных пляжей. Сейчас мы направляемся на встречу с Витмоно. Он уже проводит семинар с участниками. Это некий энергетический кемп. Что это такое, я пока не знаю, но скоро мы все увидим сами, поучаствуем и поговорим с Моно. Больше всего хочется узнать, действительно ли экстрасенс обладает сверхспособностями. Или это всего лишь мощный пиар и раскрученное шоу. Поговорим с людьми, проверим на себе. В общем, попытаемся разобраться. На 13-й битве Моно запомнился всем своей доброй улыбкой и желанием обнять каждого собеседника. Шоу с его участием так и прозвали «Битва обнимашек». Отдавая свою положительную энергию людям, он залечивал их душевные раны. На одном из испытаний, поработав с больной анорексией девушкой, экстрасенс вернул ей веру в исцеление. А еще он с точностью описывал события, произошедшие много лет назад. И помогал людям избавиться от страхов. Ее заставляли все время быть кем-то. И она жаждет отбросить идеи других людей о том, что она должна делать, чего она не должна делать. Что-то внутри нее хочет быть в гармонии с собой. Вы нажали на очень больные места. Я сейчас хочу плакать. Моно известен своими новаторскими методами восстановления людей. На групповых и индивидуальных занятиях экстрасенс учит правильно познавать и выражать эмоции, чтобы избежать стресса, контролировать свои чувства. Работает с дыханием и энергией. Нашей съемочной группе снимать тренировку запретили по причине конфиденциальности. Но поговорить с участниками об их чудесном выздоровлении нам удалось. Первый раз вообще я Моно услышала и увидела в этом году, в 2015 году по телевидению на битве экстрасенсов, где он занял призовое место. Он меня очень заинтересовал, потому что я решила, что американец и в России он себя показал как настоящий русский, душевный наш, россиянин. А через какое-то время со мной случилась проблема, причем очень серьезная со здоровьем. Некоторые врачи вообще сказали, что осталось жить полтора-два месяца. Я, конечно, ушла полностью в упадок, потому что я испугалась, расстроилась у меня двое детей. И тут смотрю, у нас в городе афиши, приезжает Моно. Естественно, я сразу взялась за спасительную соломинку. Три дня динамических медитаций. Мне было очень тяжело, потому что практически тяжело было двигаться, ходить. При этом нужно было двигаться. Моно такая система, что нужно двигаться, кричать. Здоровье поправилось практически сразу. И уже в июне врачи отменили Татьяне страшный диагноз – рак крови. Сейчас она привезла к экстрасенсу дочь. Женщина верит, что Моно поможет девочке справиться со сколиозом. Да, мы можем изменить жизнь. Я не верю в определенную судьбу или рок. Я считаю, что жизнь – это открытая книга. И очень много разных удивительных вещей происходит постоянно. И это зависит от того, как мы движемся в жизни. Наша работа заключается в том, чтобы быть более здоровым, лучше заботиться о своем теле, чтобы у нас не возникали ненужные нам заболевания, проблемы. Я просто увидела его по телевизору, мне понравилось, что он говорит. Я почувствовала, что это мне близко. Когда я приехала, я вообще удивилась немножко, что это делает. Ну, немножко конфуз был внутренний. Сейчас, конечно, как Моно говорит, красоту семинара. Мы можем увидеть только внутри семинара, снаружи нам это не понять. Ну, успехи грандиозны, конечно. Конечно, это большой такой внутренний рост. То есть, какие-то там внутренние подавленные эмоции, мои гневы, обиды. Все это, когда выходит, то ты чувствуешь себя легче, живешь легче. Больше уже можешь дарить любовь. Ближе к вечеру нам удалось попасть на общую консультацию. Участникам прежде всего хотелось узнать причины своих заболеваний. Моно давал рекомендации и комментировал о развитии ситуации в будущем. Курение, ДЦП, анорексии, даже СПИД. Все можно победить. Но, по словам Моно, для начала необходимо урегулировать питание и только потом приступать к медитативным практикам. Это новая идея в России. Но вообще, если у вас слабая иммунная система, нужно питаться как вегетарианцы. Там много энзимов, которые могут вас поддержать. Низкая жировая и латская диета с большим количеством разных витаминов. Я встречался со многими людьми, у которых СПИД. И те, кто питаются правильно, они достаточно хорошо себя чувствуют. Участников семинара, конечно, интересовала и тема магии. Существует ли венец безбрачия, как его снять и как наладить личную жизнь. Отвечая на вопрос, действуют ли порчи, привороты, экстрасенс ссылался на свои ощущения. Я так не чувствую. Что я чувствую, что люди в растерянности по поводу этого. Они на самом деле не знают, что происходит. Они говорят, это проклятие, это какая-то порча. Но я работаю под руком. Я ищу, что на самом деле случилось. И иду назад в прошлое и исправляю энергию. Проклятие, привороты и так далее. Я не чувствую, что это работает. Иначе на Олимпийских, например, каждый бы пытался на команду соперников наложить проклятие. И все приходят, например, с насморком или с каким-нибудь гриппом. Это не работает. В Бурятии экстрасенс пробудет до воскресенья. В следующий раз Мано обещал приехать уже в декабре. Наталья Китаева, Вячеслав Сердюченко, Первая альтернативная.